Долгожданный сезон тихой охоты из-за благоприятной погоды в этом году открыт без опозданий. На прилавках Брестского центрального рынка можно встретить большое количество грибов на любой вкус и кошелек. Правда, гриб, продукт, хоть и богат витаминами и полезными веществами, требует особенного внимания к себе. Пенсионерка Валентина Лебедевская ходит по грибы с удовольствием и собирает только те, что хорошо знакомы. В ее лукошко попадают белые подберезовики, иногда лисички. Это надежнее. Я человек купил, я знаю, что он не отравится. А так возьми, где-то ложного, неприятности, грех на душу. Это зачем? Я сама не употребляю и не советую никому. Перед продажей Валентина Лебедевская всегда относит собранные грибные трофеи в лабораторию ветеринарно-санитарной экспертизы на проверку. Здесь Дорелеса проверяют на наличие радионуклидов. В случае, если продукт не превышает допустимых норм, его отправляют на прилавок. А потому, перед тем, как покупать грибы на рынке, нужно убедиться, что продавец имеет при себе протокол испытаний. После Чернобыля у нас прошло чуть больше 20 лет, а период полураспада цезии у нас как раз-таки 20 лет. Поэтому радиация никуда не делась, ее, может быть, стало, да, наполовину меньше, но факт, она как была, так и осталась. То есть, проблемы содержания цезии у нас все равно еще есть. Ну, а кушать продукцию, в которой содержатся радионуклиды, я думаю, что не очень хотелось бы абсолютно любому человеку, тем более, если это дети. К слову, специалисты Брестского зонального центра гигиена и эпидемиологии настоятельно рекомендуют родителям исключить из рациона детей грибы. Кроме того, лицам пожилого возраста или тем, кто имеет болезни печени или обмена веществ, тоже стоит отказаться от этого продукта. Нужно помнить о том, что грибы впитывают в себя токсичные вещества из окружающей среды и содержат их в значительно больших количествах, чем они есть в почве, в воде и в рядом растущих растениях. Поэтому нельзя собирать грибы возле мусоросвалок, возле полигонов твердых коммунальных отходов, возле промышленных предприятий или возле автомобильных дорог, железнодорожных путей, а также в черте города тоже не рекомендуется такие грибы собирать. Нужно помнить о том, что при кулинарной обработке особенно важна обработка условно-съедобных грибов. Это обязательно двукратная кулинарная обработка, это отваривание двукратное, не менее 50 минут каждый раз. И после отваривания каждый раз сливать воду и обрабатывать, промывать грибы под проточной водой. В нынешнем году на территории Бреста и района отравление грибами не зарегистрировано. В то время как в прошлом году таких случаев было 9. Все они были связаны с употреблением в пище условно-съедобных грибов, которые были неправильно приготовлены или неправильно хранились в домашних условиях. Тяжелые последствия пищевого отравления можно пресечь только в том случае, если при первых признаках вызывать врача. Первые признаки отравления грибами это появление тошноты, рвоты зачастую многократной, которая не приносит облегчения, появление чувства тяжести в области эпигастрии, может быть жидкий стул, может появиться головокружение, двоение в глазах, головная боль. Это если мы употребили в еду несъедобные ядовитые грибы, в первую очередь бледную поганку, которая заявляется самой опасной. Эти общие признаки, они могут быть характерны как и для гастрита, так и для отравления грибами. Но если у нас был факт употребления грибов в пищу и появились какие-то симптомы, которых раньше у нас с вами не было, мы должны максимально быстро в течение первых двух часов обратиться за медицинской помощью. Для того, чтобы после употребления в пищу грибных изысков не попасть на больничную койку, нужно внимательно смотреть, что собираешь и где покупаешь. Только в этом случае лесное лакомство не принесет неудобств. Ирина Кузьмич, Андрей Щербов, Александр Макаревич, телекомпания Буктове.